МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Как доехали? Ой, прекрасно. Да ладно, не снимаю. Привет, девчонки. Купили все? Да. Вытаскиваем. Александр, начинаются подарки. Мангал. Отлично. Спасибо. Ребят, заходите. Я-то видел, вы еще нет, поэтому заходите, посмотрите, что в конечном итоге у вас всех получилось. Сегодня у нас такое интересное событие. Нас пригласили отметить и маленькое новоселье. Ну и, собственно говоря, Новый год у компании. Поэтому мы с небольшими подарками пришли в гости хозяину этого дома. И сами посмотрим, его расспросим, расскажем, как он появился, что это за дом. Будет маленькое-маленькое такое событие в нашей компании. Я думаю, и в жизни заказчика. Замечательный заказчик, который мы этот дом построили. Все стенки, цвет кухни вообще шикарные. И светильники, как паутинки. Как будто вы не в каком-нибудь. Ну такая, зимняя сказка. Красивая. Здравствуйте. Здравствуйте. Но камин это было настолько важно, какие применялись, помните, и этот вариант, и тот вариант Вариантов 30 рассматривали Прекрасный такой, перекрыть, закрыть, туда-сюда Я понимал, что рано или поздно это придет, и мы с вами выберем то, что вам надо Есть две компании, Тули Киви, Нунаони Это обе финские компании, делают из камня талькомагнезит Это природный натуральный камень В чем идея его? В том, что вы протопили камин Он накапливает тепло, а потом, клянусь, проверял Полтора суток он отдает это тепло И что самое приятное, что вот это все сооружение, господа Оказалось в два раза дешевле Не на 10, не на 20%, а в два раза дешевле Чем просто одна топка, немецкая или чешская Которые, по сути, являются декоративную функцию несут Они не отапливают А это как некий резервный источник тепла И мы визуально видим только сам камин Он стал красной точкой Красной точкой этого интерьера Потому что вокруг него все образуется Горит огонь, сидит семья Он как бы границы расставил Мы даже мебель ставили, исходя из того, где будет находиться камин На самом деле здесь действительно ставилась задача непростая Нужно было сделать все От дома Это парковка Там в парковке будет еще один гараж Забор Дорожки Все И сдать комплексно Ну, не знаю, не мне решать, конечно Но мне кажется, что эта задача нам удалась Удалась от слова потрясающе Фантастически Фантастически Господа, я много где ездил в мире Но никогда не подозревал, что русская компания Может строить красивее и уютнее, чем в Европе Я очень рад, что семья заказчика осталась довольна Но я хотел бы Это не ставится задача рекламы Я хотел бы, чтобы вы разделили чувства, которые мы испытываем Когда сдаем дом, тем более под Новый год Не просто так Под Новый год Когда человек сядет здесь на Новый год И будет своей семьей встречать его в уюте, в тепле, который мы сделали Поэтому и мы сегодня пожарим шашлычка Посидим, выпьем по бокалу шампанского Мы, скажем, огромное спасибо за этот год, который мы провели вместе с Александром Ну, будет не хватать Но я думаю, мы закончим стройку, получим друга Потому что это самое главное, когда заканчивается строительство Чтобы не заканчивались отношения между людьми Потому что нам хотелось вложить душу в этот дом И каждый элемент, вот каждый все, что здесь делается Он продумывался не так Что хотите это, нате это Мы порой грудью ложились на какие-то вещи, с которыми мы были не согласны Но результат налицо Мы с вами там днем, утром, ночью У нас были длинные, надеюсь, они будут такими же разговорами Как что сделать, как мы, понимаете, такое активное участие принимали в создании всего этого Ну, а теперь уже вроде как-то таких глобальных вещей не будет Понимаете, будет там что-то по мелочам Приятное ощущение, приятное Когда ты ходишь и гордишься тем, что ты сделал Реально приятно Может звучит не скромно, но приятно Когда мысль материализуется, вот это приятно Так что, ребят, и вам всем огромное спасибо Жень, молодец, красавец Просто браво, молодец, прекрасно Лен, слушай, я уверен, что все, что ты, конструкцию, которую ты сделал, потому что реально дом она построила Я так немножко бегал и покрикивал Ты молодец Вот эти все нюансы, которые я даже не знаю Да, вот как это сделать, чтобы это работало, не упало, не закосилось Это все придумала ты Молодец Ну, Маша, ну ты Конечно, да Как Александр сказал Все-таки я не могу сказать, что мы делаем альтруисты Да, мы, конечно, не ради денег работаем, но за деньги А для того, чтобы их было достаточно и для нас, чтобы компания существовала И заказчик платил за то, что реально есть, и не за какие-то мифические вещи Ну, как раз отвечала Маша в прямом контакте Мы постоянно сверивались, постоянно друг друга корректировали Мы показывали, доказывали, рассказывали, куда уходят деньги Но мы в ответе за эти деньги, которые нам дал заказчик И он в конечном итоге должен получить то, за что он заплатил Не больше, не меньше Вот это вела Маша Молодец Поэтому я благодарен Здесь не все, конечно Есть еще и Алексей, который там бегает, он не любит у нас показывать Не знаю, ну, проверь, может он был в розыске, что ли, что он так камер будет И мои рабочие, и люди, которые отделали Виктора, дай бог, ну, икнется Он сейчас уехал домой к семье, но посмотрит в ютюбе и скажет Витя, ты красавец, ты и твои люди красавцы Вы сделали потрясающий дом Потому что что я бы сделал? Я так просто дирижировал А это делали своими руками вы Каждый узолочек, каждый это вы Вы его шлифовали и трогали, понимаете? Когда дом делаешь на уровне ощущений Не на уровне внешнего вида, а вы их потрогаете просто Шлифовалось все руками Витя, тебе огромное спасибо Всем твоим людям Ребята, которые делали на улице Микаэл, спасибо твоим ребятам, которые все это сделали Которые занимались дорожками Смежники, которых мы приглашали Это не только мы Мы просто взяли и объединили всех этих людей И создали этот комплекс, я считаю Поэтому вам огромное спасибо Поздравление с Новым Годом, счастья вашим семьям Ну, я жду новых заказов, новых, каких-то новых идей Это уже совершенный факт Поэтому всех с Новым Годом Всю мебель, господа, выбирал Александр Валентинович Правда, перед этим я посмотрел много, которое было выбрано до того, как И что-то понравилось, что-то нет Потом мы сели за два часа Это все отечественный производитель Все натуральная древесина Прекрасно открывается шкафчик Видите, даже с доводчиками работает А качество Могу вам сказать, что я горжусь за Россию Потихонечку мы начинаем делать хорошие вещи Ну бывает, да Да, Жень, помнишь, мы спорили по высоте потолков Здесь надо поставить красивые светильнички Мы здесь повесим красивые какие-то картинки Вот это как раз маленькие нужны такие, фрагментальные И будет лялечка Ну, могу вам сказать, что этот цвет Это тоже первый раз, когда мы применили краску Посмотрите, какой цвет прекрасный И вот как видно текстуру дерева То есть все-таки у нас есть такая очень хитрая технология По которой мы вот это дело умеем делать Вот, кстати, потолочек тоже, видите, Александр Начинает потихонечку рассыхаться Видите, он щели появляет Вот, видите, там, вот там Это уже дом начинает приходить Высыхает Мы это дело сведем И закрепим, и все И все будет, все будет ляль А, кстати, если бы это было прибито Все это надо разломать, грязь, перенести Лень, это двигатель науки Когда лень работает, начинаешь делать правильно Александр Владимирович, вы обращаете внимание на те вещи Которые закачки вообще не замечают Вот мне тут все по фэн-шую Я вам честно Он видит какие-то щелочки, да А я этого не вижу вообще Мне вообще все нравится Очень люблю дарить подарки И получать Ну вот, Новый год, поэтому, Александр, мы для вас Такой, немножко, это живая такая сосна Если сюда налить, например, воды, бросить рыбок Можно монет накидать на пробок Самое там от бутылок То есть кто чем занимается Вы можете фитингов Крайников фитингов насыпать Но будет приятно Мелочь, казалось бы, здесь вот такую картинку Я уже, уже вот, когда встали шторы Уже понятно, где что вешать Поэтому здесь практически их нет Наверху мы сделали, здесь нет Но сейчас наступает самое главное Этот дом нужно одеть Я тут, между прочим, раздетый Не очень хорошо выгляжу Но когда мне приоденешь, в общем-то даже ничего Идемте в ванну Вау! Лапа! А? Идем сюда Евгения, тут в один тон и стены, и балки натолкены Тут еще есть барная зона Все это, помнишь, придумывали, как Женя, да? А смотрите, как поддон, Женя, смотри Смотрите, как Велерой рулит Просторное, красивое, душевое Дискуссия на тему, какого цвета сделать кухню Велась постоянно Она всегда ведется постоянно Мы решили ее просто покрасить цвет стены Потому что всегда, когда ты не знаешь, какого цвета выбрать Лучше выбрать именно эту Это делают стильные кухни Вначале она должна была быть вот такой, короткой Ну извините, как готовить, что делать Потом мы решили продлить И на самом деле мы боялись, что на картинке, на листке бумаги Этого будет мало пространства Но посмотрите, здесь все более чем достаточно Но зато уютно Камин разделил пространство Кухня позволила, не знаю, там, не знаю, пять хозяев здесь разместиться Для того, чтобы делать Лишь бы кормили Кухня-то есть, лишь бы кормили Мы так точно все сделали Что у нас холодильник встал к стене Вот к этой стене А потом мы столкнулись с проблемой номер раз Его не открыть, потому что батарея И номер два, потому что эти замечательные шторы, которые уже были в планах Их нельзя было повесить Нам пришлось взять ножовку И вот половину этого шкафа отпилить Он был ровно наполовину больше Ну да, получился такой небольшой шкафчик Но зато у нас встал нормальный холодильник Он открывается и штора встает Это тоже делают, кстати, наши отечественные производители Знаете, это создает Когда вечером включаете свет Вот эта люстра, вот эти люстры дают тени на стены Вот обратите внимание Видите, наверху там такие тени И эти тени вносят дополнительный в интерьер интерес То есть мы основным светом подсветили А этом создали интерьерное освещение Поэтому правильно осветить дом Это тоже, между прочим, очень непросто Этот камин когда ставился Мы все думали, как его закрыть Там пустота, это имитация Там проходит труба А чтобы закрыть вот эту часть трубы Мы придумали, видите, там просто имитация стены Мы придумали вот это зеркало Которое берет и как бы пространство скрывает Сейчас мы поднимемся наверх Такая святая святых этого дома Спальная зона У меня, кстати, по проекту была дверь Непонятно она для чего Но она была Получался узкий коридор Узкая дверь Мы взяли, вырезали Оставили большой проем Я думаю, сейчас это гораздо интереснее выглядит Нежели это было сделано Кстати, хочу Ну-ка, дайте-ка я поп... Ну-ка Книжку почитать Казалось бы, маленький балкончик Для чего? Вот для этого Кстати, вот тоже интересное решение Вот видите, труба идет, да? Вот нужно было эту трубу как-то спрятать Мы ее разделили текстурой Взяли кирпич, как бы в стиле И покрасили цвет дома Ее незаметно И с другой стороны Здесь надо повесить какие-нибудь часы Тоже какие-нибудь еще там Большие часы где-то здесь Но это мы постепенно все это будем украшать И здесь требуется диванчик И здесь комодик Но самое интересное Самое приятное Я уже говорил Это дом одевать Поэтому В двух словах об доме Здесь две спальни наверху Одна спальня внизу То есть три спальни Жилая площадь небольшая То есть он где-то Общая площадь со всеми террасами Там банями и так далее Где-то 200 там с чем-то квадрат в метр В целом это небольшой дом Но снаружи он смотрится маленьким А внутри он смотрится вполне приличным Пойдемся тоже здесь покажу Ну это электрика Мы уже много раз об этом говорили Она у нас всегда очень Ее много Она сложная Ну деревянный дом нужно делать Очень грамотно все это делать Надо защитить Вот кстати комната Молодого человека Который здесь будет Тоже обратите внимание Как сделана мебель Это отечественный производитель Это массив дуба Но как качественно стали делать Красавца Вполне такая здесь Немножко внесем декорчик Я считаю что Вполне молодежная Симпатичная комната получилась А вот здесь видите Мы картинки повесили С Лехой Уже немножко внесли Такой колорит Еще мебель не вся Поэтому мы будем снимать Его когда будет полностью готов Снимем фотообзор Расскажем об этом доме Но сегодня просто хотим Поделиться с вами Тем праздником Который в нашей компании сегодня Всегда когда вы сдаете дом И вам не стыдно за это Всегда это реально праздник То есть мы грустим о том Что это все закончилось И крайне рады за то Что у человека это появилось Поэтому я конечно пользуюсь Возможно Хочу всех моих коллег Поздравить с Новым годом Все кто что-то делает Делают руками Они достойны уважения Поэтому ребята Все мои коллеги Все строительные компании Не буду перечислить их названия Достаточно много Но я от всей души вас Поздравляю с Новым годом Я вам желаю Чтобы у вас было много заказов Чтобы заказчики были такие Как у нас в этом доме И чтобы в конечном итоге От вашей деятельности Выигрывали те Ради кого мы работаем Всех вас с Новым годом Я хотел спросить Этот просится туда Потому что он больше Тихо Давайте мы это сделаем Давайте Я прямо сейчас Вы руководите Я делаю Мы прямо сейчас Это и реализуем Там он будет самое то А здесь он немножко великоват Как говорится Вносим правки По ходу действия На целом Оптимизируем Да-да-да-да Оптимизируем Хороший Красивый Вот он как раз В теме будет Вот так вот Я хотел согласовать Не стал без вашего Вот Более Так сказать Гармонично Да Он по размерам Тут вписывается Вот так Вот поставить Вот так Так Вот поставить А теперь этот вернуть О Ой Хорошо-то как Да, кстати Тут же тоже прикольно Или ты прям в туалет Не-не-нет Я чисто посмотрю А то мы помешаем Это вот Женя Очень рекомендую Использовать Душевые шторки На Велине Итальянские Отлично Это гораздо лучше Чем полиэтиленовые Эти пакеты Пакетами обвешиваться Потом они к тебе прилипают Кстати Обратите внимание Как поступает Настоящая компания Здесь должен был Ставить горшок Попроще Но горшка Попроще Не нашлось А Объяснить человеку Что там почему-то Где-то как-то Мы взяли Швейцарский горшок Чтобы уже не было вопросов Почему поменяли Потому что он просто Круче Красивее И Интеллигентнее Если Можно сказать Интеллигентный горшок И когда я увидел Эту фирму Я подумал Ну это вообще Китч какой-то Это просто Вызов Делаем такие Небольшие Всякие штучки Вот здесь Вот нужен Маленький комодик Вот как-то внизу Похожий Ну да Только он Должен быть закрытым Чтобы дверцы А здесь нужен диванчик Здесь кладовка Пока Пока еще не оборудована Да Кладовочка Ну там кладовка Там Это склад Не будем говорить чего Но Очень важных Очень важных вещей И здесь есть чердак Откроем Не надо Не надо Зачем все рассказывать Я думаю Должна быть загадка Определенная Потому что чердак Это Это всегда загадка Свет Что велюксы сделали правильно Все-таки в нашей стране Почему-то Всегда не хватает солнца И кстати Все спрашивают Как менять лампочки В этой люстре Очень просто Берете вот этот крючок Цепляете за цепь Подтягиваете Поднимаете Меняете Отпуск Не надо вешать вверху То что все хотят повесить здесь Здесь светло Там темно А здесь мы осветили Вот этими фонарями Верхнюю часть Если вам мало Например Этого света Вы можете докупить других И сделать себе Полностью То освещение Которое вам необходимо Плюс интерьерное Вы делаете пятно Вешаете картину То есть Когда у вас просто выход света Вы уже привязаны к этому И вам Ну нет вариантов А здесь Можете их применить Хотя Стиль мы делали Такой современный Такой легкий И Прованс Катерин Я покажу Сердце этого дома Сюда не всех пускают Вы смотрите Вот всегда гордость Это делали не мы Это заказчик Делал сам Он имеет непосредственно отношение Это компания Вальтек Она делает прекрасные фитинги Трубы И могу вам сказать Что С прискорби Могу заявить Что То что я делал До этого Это уже Не радует Вот теперь Я буду делать Все как сделано Здесь И мы уже начали Сотрудничество С компанией Вальтек По заключению Договоров На проектирование Как правильно Потому что Они этим занимаются Профессионально Мы этим занимаемся Постоку-поскоку И честно говоря Хуже нет Когда у вас появляется почерк Когда вы делаете одно и то же Может быть даже Это неправильно Но вы это делаете и делаете Спасибо Александру огромное За то что Он ткнул нас носом Как делать не надо И показал Как делать надо Вот С огромным удовольствием Представляю Как изготовлена Котельная Компанией Вальтек Это система Удаленного контроля И управления Температурным режимом В доме Польский производитель Тэч Решает Две задачи Первая Контроль Дистанционной температуры В доме Потому что Если В морозы У вас По какой-то причине Отключился Котел То у вас есть Ровно 48 часов Приехать И исправить ситуацию В противном случае Все трубы замерзнут Что-то полопается Будет неприятно Так вот Эта система С выходом в интернет И находясь В любой точке мира Ты всегда можешь Контролировать температуру В доме Кроме того Ты можешь Ей управлять Допустим Ты едешь сюда И хочешь Чтобы было Потеплее И ставишь Температуру Ту которую Хочешь Причем В разных Помещениях Позволяет До 8 зон То есть 8 помещений Управляется Этой системой Вот этот дом Уже эксплуатировался Когда были 20-ти градусные морозы Хватает? Хватает Однозначно Причем котел Никогда не работал На максимальной мощности У котла 8 кривых Восьмая Это скажем Максимальная мощность Когда самая Высокая температура Выдается в систему Отопления При минус 20 Он работал На третьей кривой А сейчас В такой Вот В такой температуре На улице Он работает Всего лишь На второй кривой Да Когда холодно Он тратит газ А вот Когда тепло Он как кэшбэк Возвращает деньги назад Не от этого В доме холодно Не от толщины При таких окнах Да От неправильно Изготовленных Узлов соединения Мы не будем Лазить Там вообще В какие-то В дебри технические Не та задача Но надо делать правильно Чтобы были минимальные Зазоры Надо понимать Как работает Система вентиляции Чтобы она была сбалансирована Потому что вас не высасывало С улицы Через все щели Холодный воздух Вы в дом деревянный Заходите Здесь сухо Тепло Мне кажется Он тебя просто обнимает Здесь не хочется Отсюда уходить Я абсолютно С вами согласен В конце концов Начал себе строить дом Так тоже могу сказать Что наконец-то Паликс Строит дом от Паликс Мы обязательно Вам об этом Будем рассказывать Что это и как Весь опыт Который у меня был За столько лет работы Я постараюсь вложить Не только в дома Моих замечательных Заказчиков Но еще в свой Потому что Тоже хочется Смотрю Тоже хочется У нас тоже есть история Где-то года Наверное Три тому назад У меня появился Заказчик Тоже Александр И мы ему построили дом На той стороне озера И я себе сказал Господи Я больше сюда Никогда не приеду Далеко неудобно Трасса самая Паршивая Которая есть Да еще я живу На обратной стороне Ну как говорится Никогда не говори никогда Когда покупался этот участок Последней точкой Которая вот Толкнула купить его Да Я пошел Тут трава была В человеческий рост И я пошел На середину участка Посмотреть Вдруг тут яма Болото Еще что-то Да Я вот дошел Примерно до этого расстояния Где контейнер стоит Лось встает Посмотрел на меня И не спеша ушел В те поля И лес Тут лоси ходят А бобры там Бобры какие Бобры, да Бобров тут кстати Засилие В округе Вокруг озера Да Вечером тут едешь Зайцы дорогу перебегают То есть Атмосфера такая Которую в радиусе 60 километров от Москвы Просто ну не Не найти Ну шашлычок Я думаю готов Год назад Здесь не было ничего Ни забора Ни сарайки Был фундамент И потихонечку Еще даже было непонятно Что получится Такое увлекательное занятие Вот строительство С вами дома Это просто кайф Вот честно скажу Один раз Когда я с ним поспорил И пожалел там 150 раз Это с цветом стены У него же глаз наметанный Когда они мне нарисовали Такие квадратики Вот представь бы Я посмотрел Че что за казарма какая-то Я 20 лет в армии Отслужил Думаю Опять возвращаться Да А я выбрал Какой-то светлый полутон Да Он не стал спорить Устал А сказал Ну раз хотите Ну ладно Когда покрасили Я подурив голову Сказал Был не прав После этого момента Я уже с ним не спорил Никогда Спасибо вам всем огромное Вот просто всем Замечательные люди Я испытал Огромное удовольствие Ни разу не было у меня Момента Чтобы я там Или пожалел Или какое-то возникло Там ощущение дискомфорта Вот ни разу этого не было За это предлагаю выпить За ваше мастерство Спасибо вам огромное За доверие Которое нам оказали И за возможность Сделать то что мы сделали Спасибо огромное Желаю огромного счастья В этом доме Здесь очень хорошая аура Мы никогда здесь Не делали ничего такого Что могло бы ее сделать хуже Потому что к этому Очень серьезно отношусь Мы его очень любили и любим И передаем в шикарные руки И Дорогой Все будет хорошо Всех тех Кому интересно то что мы делаем Спасибо вам огромное За те добрые слова Которые вы говорите В наш адрес Мы вас поздравляем с Новым годом Пускай этот Новый год Будет самым лучшим годом В вашей жизни Ура Всех поздравляем Субтитры создавал DimaTorzok